Здравствуйте, друзья! Дядюшка Вэ на связи! Скучали по обзорам? Их есть у меня! Но сначала, если ты не посмотрел предыдущие ревью, обязательно сделай это, поделись с друзьями и вообще... ЛАЙК ПЛЮС ПОДПИСКА РАВНО БОЛЬШАЯ ПИСКА Итак, что сегодня нас ждет? В данном видео вы увидите, на что способна железо, которое еще слабее и даже старше, чем пока из предыдущего обзора. Короткая предыстория, позволяющая вам понять, откуда данный компьютер появился в моей жизни. Вспомним январь 2023 года, когда моя старая материнская плата HP Z420 приказала долго жить. В поисках замены онной ваш покорный слуга буквально бегал по городу, облазил кучу объявлений в OLX, ибо на некитайские материнки на LGA2011 оказался дикий спрос. Пока не нашел парня, который продавал такую же материнку. Я обрадовался, встретился с продавцом, который за смешные 2500 гривен отдал мне материнку с оперативкой. К счастью моему не было предела, пока я не подключил систему и не понял, что она ни разу не работает. Ваш покорный слуга был очень огорчен, о чем не применил высказаться в личку продавцу. В честь оного мне был предложен обмен на компьютер, два тонких клиента и один вроде как терминал. Мои любопытства и любовь к старому железу взяли вверх, посему я согласился. К тонким клиентам и терминалу мы, надеюсь, в свое время еще вернемся. А сейчас давайте посмотрим на то, в каком состоянии ко мне попал ПК. Я, кстати, решил, что буду немного разбавлять видеоряд вживую снятыми видео с места событий, так сказать, вместо фотографий. Проводим муркизацию и нитроксинизацию канала. Итак, глянем на красоту. Снимаем крышку и... Во-первых, в глаза бросается наличие рыжиков. Нет, я, разумеется, питаю определенную слабость к девушкам с волосами такого цвета, хотя для меня это не принципиально. Но вот ржавчину на корпусе я видеть никак не ожидал. Скорее всего, на функциональность компьютера это не повлияет. Но вот с эстетической точки зрения налицо явные проблемы, и мы будем их исправлять, но чуть позже. Пройдемся по начинке компа, попавшего мне в руки. Материнская плата тут Asus P5 LD2 на легендарном интеловском сокете 775. Чипсет Intel 945P, правда, не поддерживает камушки типа Core 2 Quad, и их братья Xeon'ы типа E5450. На этих словах где-то в Ростове загрустил один фотограф. Кстати, о процессоре. Вставлен тут Intel Core 2 Duo E6420. Интересный CPU родом из 2007 года. Как говорится... Никто никогда не вернется в 2007 год. Однако мы же вернулись. Охлаждает его кулер Alpine 11 Pro Revision 2.0 от Arctic. От них же и хорошо знакомая нам термопаста Arctic MX4. Еще интереснее тут оперативная память. Вот такие красавцы. Это три планки DDR2 памятью по 1 ГБ от конторы Patriot. Причем они могут взять даже 1066 МГц. Однако явно не на данной материнской плате. Блок питания мне попался вот такой. DTS Access Line ATX 400A. Очень легкий, да еще и не... А хотя об этом чуть позже. Также тут стоит DVD-ROM, однако я не собираюсь его подключать, посему сказать о нем мне нечего. А вот о том, чего прошлый владелец не поставил компьютер, сказать надо бы. Разумеется, я о жестком диске. Шлось докупать с рук старенький, но вполне себе работоспособный Western Digital Blue на 500 ГБ. Ну и так, как в процессоре нет встроенного видеоядра, встает вопрос о видеокарте. Тут на помощь приходит железка, которая у меня на руках уже достаточное время. А именно Asus GTX 750 Ti. Только это не GTX 750 Ti. Дело в том, что ваш покорный слуга пипец как пролюбился, когда собирал прошлый компьютер для своего дружайшего племянника. Заказал от этого данную GPU, но в процессе оказалось, что у нее от 750 Ti только наклейка. А вот если бы я до этого проверил модельный ряд видеокарт от наших тайвандских друзей, тогда бы понял, как нагло меня нагрел продаван. В общем, не повторяйте мои ошибки. Ну все, компьютер доукомплектован, давайте же включим его и протестируем. А вот в уж там плавал, компьютер не подает признаков жизни. Скорее всего, проблема в блоке питания, и поэтому мы заменим данную коробку на АБП, с которым вы уже знакомы по предыдущему обзору, а именно 4U L450 12 на 450 Вт. Как данный блок питания вернулся ко мне? Да очень просто. Мы с племянником понемногу апгрейдим его компьютер, а поэтому после покупки неплохого блока на 600 Вт, старенький БП вернулся ко мне. Вернемся к обозреваемому нами ПК. Данная замена возымела нужный эффект, в смысле, что ПК подал признаки жизни, однако не захотел подавать изображение. Температура в квартире стала повышаться по причине нагрева моей пятой точки, однако потушив ону, я решил таки прикупить рабочую видюху на замену. И выбор пал на Radeon HD 6670, с памятью GDDR5 на 1 ГБ. Да-да, сегодня ты покупаешь Radeon для стримов и игр, а потом в каждую сборку тычешь свой Амуде. Видеокарта пришла рабочей, и ПК, соответственно, стал выдавать изображение. Вот такое изображение. Судя по всему, ошибки явно указывают на потенциальные проблемы с материнской платой. Ну, я человек простой, чинить паять не умею, зато умею пользоваться OLX. И вот у нас еще одна покупка, а именно комплект материнская плата, процессор, оперативная память. Материнка Asus P5 LD2 SE, и внешних отличий с первоначальной не так много, не зря же буковки SE добавили. В процессе также выяснилось, что новая материнка со старым процессором не работает из-за старой ревизии платы. Поэтому из комплекта также пришлось брать присланный камень, а именно Intel Pentium Dual Core E2160. Наконец, смог накатить операционную систему. К слову, это 64-разрядная Windows 7. Однако, радость моя была недолгой, ведь через какое-то время она отказалась нормально запускаться. Как оказалось в будущем, всему виной сбойная оперативная память. Точнее, одна из трех плашек Patriot. Тогда же и пришлось брать из комплекта присланной разношерстной оперативки, одна плашка на 1 ГБ, которая тоже оказалась ошибками, и три плашки в 512 МБ. В итоге, у нашей системы две планки по 1 ГБ и две по 512 МБ. В сумме 3 ГБ. Да, рассчитывал я немножечко на другое, но что ж, будем выживать. И уж после такой пляски с бубном и кучей замен, как в футболе, мы таки оживили себя и агрегат, и можем провести долгожданное тестирование. К слову, наш SSD с играми с прошлого обзора данный комп не видит, поэтому пришлось устанавливать игры на вышеупомянутый жесткий диск на 500 ГБ. Терпение мне, как говорится. Наконец, все установлено, и мы можем начать долгожданные тесты. Первая пойдет синтетика. Например, вот что нам показывают GPU-Z и CPU-Z. Судя по всему, не избежать сравнений с моим компьютером версии 3.0. И мы видим, что в тесте CPU-Z двухъядерный Intel E2160 набирает даже больше баллов, чем трехъядерный Phenom 2 720 Black Edition. Настраивала на позитивный лад ровно до получения результатов AIDA64. Разница до двух с половиной раз не в пользу синевого процессора. Также тест скорости памяти. В этот раз я решил добавить пару тестов в интернет-браузерах, а именно BaseMark Web 3.0 и WebExpert 4. Сравнять пока не с чем, так что результаты на ваших экранах. Ну и наконец протестируем данную сборку в играх. Напоминаю, что тесты проводятся в разрешении 1920 на 1080, то есть Full HD, с использованием мощностей моего рабочего игрового компьютера. А картинка записывается с помощью карты захвата без потери качества, что крайне критично для не самого нового железа, где борьба ведется за каждый кадр. Разумеется, придется мириться со старым жестким диском и прогрузками текстур в некоторых играх, но тут уж что поделать. Сначала пару слов о тех играх, которые под тем или иным причинам мы не смогли запустить. Например, на данном конфиге вы скорее всего не сможете поиграть Battlefield 3, при запуске кампании игра встает намертво, Black Mesa, Dirt 3, Eurotruck Simulator 2, League of Legends, ремастер первых частей Лары и Sleeping Dogs Definitive Edition. По поводу последней игры, сомнений в том, что она не пойдет, было мало. Теперь переходим к тем игрушкам, которые мы смогли запустить. Начнем с тех игр, на которых я по какой-то причине не могу вывести мониторинг. Первым идет Crossout. Практически на всех настройках графики мы даже в самом ангаре наблюдаем ужасное слайд-шоу. Однако на помощь приходит знакомая по играм от улиток Ultra Low Quality, он же режим совместимости со старыми видеокартами. И вот при таком раскладе можно играть довольно-таки неплохо. По ощущениям 60 кадров не наблюдается, однако же и некомфортным такой геймплей я не могу назвать. Выживание на плоту под названием Raft. Игра оказалась довольно-таки требовательной, и даже на найнизшем пресете графики чувствуется консольный экспириенс с претензией на слайд-шоу. Увы и ах, как говорится. Продолжение следует... Еще один выживач не захотел подружиться с Riva Tuner, а именно с Abnautica. Здесь по ощущениям производительность чутка получше, чем в предыдущей игре, правда настройки и графики не сильно отличаются. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Дарк Сайдерс 2 Дефинитив Эдишн. Ставим качество теней и сглаживание на 100%, понимаем, что данный конфиг 60 кадров не вытянет. Однако, в принципе, можно играть. Субтитры создавал DimaTorzok А вот теперь к играм, на которых наконец мы можем глянуть на циферки, так сказать. И маленькая ремарочка, походу мониторинг температуры процесса рамя немножечко налюбливает, ведь при такой температуре процессор бы сбрасывал частоту, то есть имел бы место троттлинг, а так 1.8 ГГц для данного камушка вполне нормальная частота. И сразу шок контент. Хотите ощутить экспириенс, сравнимый с запуском PUBG на предыдущем компьютере? Просто запустите симулятор вора FIPSimulate. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Нет, это не стоп-кадр, картинка реально зависла практически намертво. Ну и в конце концов 0 кадров в секунду, так что уровень мое почтение. Assassin's Creed 3 На максимальных настройках графики количество кадров подозрительно напоминает он из предыдущей игры. Переходим на нормальный пресет и уже имеем в среднем 25 кадров, что гораздо лучше, согласитесь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! В еще одной игре от Ubisoft Far Cry 2 на очень высоких настройках графики наблюдаемся старта слайд-шоу 16 кадров максимум, видеокарта нагружена под завязку. На высоком пресете уже чутка получше, но все так же нет даже 20 кадров. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Чтобы поставить более низкие дополнительные настройки графики, мы вынуждены перейти с DirectX 10 на DirectX 9 и на низких настройках в среднем в зависимости от сцены получаем 40-45 кадров в секунду. картинка не самая приятная, но главное, что при диком желании игру можно пройти даже на этом компьютере. World of Tanks Encore RT. Приложение не позволило мне включить ультра настройки, так что тестируем на среднем пресете. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Имеем в среднем 15-20 кадров, что приложение почему-то было оценено как хороший результат. Ставим минимальные настройки и… совсем другой разговор. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! В подавляющем большинстве сцен больше 60 кадров и заслуженный отличный результат. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! На высоких настройках графики аж целых 5 кадров в секунду. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! По понятной причине это ни разу не играбельно, а значит выбираем низкий персет и получаем в среднем 20 фпс, что не вполне играбельно, как в принципе и сама игра. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! А вот если взять оригинальный Need for Speed Most Wanted 2005 года, то тут понятное дело все гораздо лучше, причем во всех смыслах. Не обращайте внимание на разрешение, благодаря Full Screen Fix картинка рендерится в честном Full HD. На максимальных настройках картинка не дотягивает до заветных 60 кадров, а вот на средних настройках графики все хорошо в плане фпс, то есть везде не меньше 60. И даже можно немного поиграться с ползунками для улучшения картинки. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 На средних настройках понятное дело наблюдаем падение количества кадров, плюс к тому же процессор работает на полную катушку. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! СимСити 2013 года, на высоком пресете счетчик кадров не дотягивает до отметки 20, видеокарта явно не дотягивает такой quality. на 8. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! На самых низких настройках имеем не менее 100 фпс, то То есть в принципе более чем играбельно. Вот только при включении интерфейса строительства наблюдаем неприятную просадку кадров, как на самом высоком пресете. Еще одна игра от Electronic Arts Red Alert 3. Третья часть легендарной серии стратегий. И не самая удачная игра в плане замера производительности, поскольку тут действует ограничение движка. В частности, лог максимального количества кадров на отметке 30. Однако на максимальном уровне графики видно, что количество кадров просаживается вплоть до 17, ну и видеокарта тоже работает на полную. На высоком пресете тоже есть просадки ниже 30, хоть и не такие жесткие. На стандартной же конфигурации с производительностью все хорошо, хотя вряд ли бы количество кадров было сильно больше 30, если учесть, что процессор трудится на всю. Давайте посмотрим на производительность сборки в еще одной стратегии. Казаки 3. На высоком пресете в среднем 25 кадров. На средних настройках имеем в районе 30. На низких до 45. В батальных сценах плюс-минус 30 фпс, то есть можете рассчитывать на пресловутый консольный экспириенс. Ну и очевидно, что процессор на любом пресете загружен на 100%. Half-Life 2. На наилучшем пресете с кадрами все очень хорошо. Правда, пока мы не выйдем наружу, где нас ждут, привет, 50 кадров в среднем. Убираем сглаживание и вуаля, проблема решена. Минимум 64 кадра в секунду. И так вторую халву будет проходить максимально комфортно. Убираем сглаживание и вуаля, проблема решена. Бэтмен Аркхам Асайлум. На очень высоких настройках графики в сценах с большим количеством врагов в среднем 30 кадров. Видеокарта трудится практически на полную мощность. Опускаем настройки качества до высокого уровня и имеем в среднем до 40 кадров. А вот на среднем пресете уже проскакивает заветные 60 фпс, правда лишь в нескольких сценах. А так в среднем примерно 50 кадров. Процессор тоже трудится на 100%, но и на низких настройках ситуация примерно такая же и по кадрам, и по нагрузкам на железо. Идем дальше. Бордерленс 2. На среднем пресете явно видно, что видеокарта не вытягивает. Ну и в среднем примерно 20 кадров. Ставим все на низкое и получаем до 40 фпс. А в батальных сценах в среднем 30-35. Ничего сверхъестественного, как мы видим. В следующей игре. Торчлайт 2. Видим, что на самых лучших настройках графики количество кадров в среднем достигает отметки 35. Одно ядро процессора загружено практически на полную. Убираем сглаживание и ничего не меняется. Полностью убираем тени, после чего уже имеем в среднем 50 кадров. Ставим детализацию частиц на минимум и имеем уже 60 кадров. Но только поначалу, а потом примерно 55 фпс в среднем. Отключаем подсветку контуров, после чего поначалу в среднем достигаем 60-65 кадров, а вот в сценах битв имеются просадки даже ниже 40 фпс, а при взрывах ниже 30. В принципе, играть можно, хоть и не очень комфортно. Unreal Tournament 3. Тестируем с максимальным количеством ботов. На каждом из пресетов графики ситуация примерно одинаковая. В спокойных сценах 45-50 кадров в среднем, боях же в районе 30-35 фпс просадками. Процессор трудится на 100% на всех настройках качества. Ситуация более-менее приемлемая. На минимальном пресете против одного бота. Правда, насколько это играбельно, решать, разумеется, вам. Мафия 2. Используем встроенный бенчмарк. На высоком пресете среднее количество кадров 16,4 с просадками до 11. На всю трудится видеокарта. Убираем сглаживание и после этого имеем в среднем уже 23,6 кадра в секунду с просадкой до 19. На средних настройках графики среднее значение кадров получилось даже ниже. Причем уже наравне трудятся и процессор, и видеокарта. При низком качестве в среднем 26 фпс с просадкой до 21. Ну и последняя игрушка на сегодня, одна из моих самых любимых. GTA 4. Игра не дает выставить высокое качество текстур, почему-то думая, что у видеокарты 512 мегабайт памяти, а не 1 гигабайт. Вот-то-фэ. Во всем остальном высоко, очень высокие настройки графики и примерно 15 кадров в секунду с просадками ниже 10 в среднем. Процессор трудится на полную видеокарту. Примерно тоже наблюдаем и на среднем пресете, и на низк. Выкручиваем обзор, детализацию и транспорт до минимума. В итоге получаем почти 20 фпс в среднем. К сожалению, данный процессор не даст нормально поиграть в шедевр от Rockstar. Правда, это не помешало мне пройти пару миссий на данном конфиге, что вы увидите в дополнительных материалах, но об этом чуть позже. Пришла пора подвести итоги. Итак, сегодня мы вдоволь помучили старое железо, убедились в том, что оно даже сейчас что-то может запустить, хоть и не очень новое. Справедливости ради, именно для ценителей старых игр данный компьютер и подойдет. Полные версии тестов традиционно выйдут на моем втором канале, ссылка на который в описании. Я вот о чем подумал. У нас уже вторая сборка и нужно придумать какую-то особую фишку. Поэтому я попрошу, чтобы вы придумали в комментариях название для данного компьютера. Что-то емкое, что идеально будет описывать данную сборку, ну и что не будет нарушать правила хорошего тона и правила нашего канала, разумеется. А автор лучшего названия получит от меня небольшой подарок. Итоги подведем ровно через месяц после публикации данного видео. Также, еще раз, не забывайте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, ну и глянуть другие видео, разумеется. Кстати, небольшой челлендж. Если данный ролик наберет 50 лайков, то я покушусь на святое и запишу видео в стиле старого доброго гринпейпера. Тем более, что он не против. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok